Денис Соколов не расстается с оружием 12 лет. За плечами стрелка, третье место на чемпионате Европы, золото и бронза на Кубке мира, а также серебряный педестал на чемпионате мира в командном зачете. Сейчас спортсмен вернулся с очередной победой из Германии. С финального этапа Кубка мира по пулевой стрельбе. Состязание, где собирается элита стрелкового спорта. Одно участие в этих соревнованиях уже считается победой. Так вот именно на них Денис Соколов получил первое место. Золотую медаль и кубок. В пулевой стрельбе настолько все на одной ступеньке, то есть находятся настолько результаты предельные, что в принципе выиграть может каждый. Выигрывает тот действительно, кто в данный момент находится на лучшей форме, кто сильнейший на данном этапе. Кому чуть-чуть сопутствует удача, не без удачи, конечно. Чемпион признается, победа далась непривычно и легко. Пришел, увидел, победил. В Кубке мира участвовали 10 лучших стрелков из Индии, Венгрии, Италии. Не было спортсменов из Китая. Они, а также Россия и США являются лидерами в этом виде спорта. Из пневматической винтовки калибром 4,5 мм спортсмены должны сделать 60 выстрелов с 10 метров. По итогам выбывают два стрелка. Затем финальная серия – 10 выстрелов. Плюсуются к основному результату. Денис Соколов оторвался от соперников на три очка, что в пулевой стрельбе очень много. Сейчас Денис показал, что он вполне в нормальной форме, вполне может бороться. И путевку уже на Олимпиаду он в этом упражнении первый завоевал. Тренировочный процесс будет поставлен на то, чтобы готовиться и выступать на Олимпийских играх и победить. Кстати, этот кубок у Дениса не первый. С такой же победой спортсмен приехал из Германии в 2005-м. Финальный этап Кубка мира – это соревнование по итогам года, чтобы выявить лучшего стрелка. Но отдыхать не придется. Уже через несколько дней начнется подготовка к Кубку России, который состоится в декабре в Ижевске. Там пройдет первый этап отбора к чемпионату Европы. Екатерина Семеусова, Александр Мокин. Новости сейчас.